Мы представляем наш проект как вертикальные ветрогенераторы с вертикальной осью вращения. Целью нашего проекта является внедрение в ветроэнергетических установок в повседневную жизнь граждан. Актуальность проекта заключается в ущерпаемости углеводородного сырья, который сейчас используется как первичные источники энергии. Опять же, ветер является неисчерпаемым источником энергии, и при этом количества и силы ветров, которые дуют на просторах нашей страны, хватило бы для полного обеспечения ее и удовлетворения в электрической энергии. Наши ветрогенераторы можно устанавливать везде, они компактные. Их преимущество заключается в том, что они просты в конструкции, они просты в эксплуатации, они гораздо дешевле, чем обычные лопастевые ветрогенераторы. Их можно устанавливать практически везде. Но в данном случае мы показали именно вот, что они установлены на МКАДе. Мой проект называется «Рациональный дизайн антивич препаратов». Но в связи с печальными новостями последнего времени, наша команда не могла не остаться ни участной к мировой проблеме. Мы захотели также рассмотреть и поработать над вопросом с коронавирусом. 26 февраля китайские коллеги опубликовали регионовскую модельнушение, чтобы позволяло нам начать проводить наши исследования. Известно, как вы понимаете, пришло очень мало времени, но предварительно мы считаем, что методы моделирования должны их помочь найти лекарственный препарат. И по нашей очень предварительной оценке мы нашли одно соединение, которое может потенциально являться лекарственным препаратом. Мы представляем разработку «Многонациональная трость» для пожилых и нуждающихся. В ней функционал, например, это GPS-трекер, это тревожная кнопка. Также одним из особенностей это является сменная насадка, как фонарик вы можете вставить. Трость заряжается, как обычный телефон. Он нажает на тревожную кнопку, он отправит смс-сообщение на номера, которые у него забиты, то есть пул адресов, на которые он сразу разошлет тревогу. Также у нас стоит здесь еще пульсометр и кислорода в крови сколько, но это экспериментально на самом деле. Датчик мы посмотрим. Трость является еще полноценным пауэрбанком на самом деле. Также там стоит датчик газоанализатор, который в случае, если повышена газоконцентрация метана, пропана, бутана, также среагирует, и в автоматическом режиме вам не надо будет кнопку нажимать, сразу отошлет тревожное сообщение. То есть, по сути, это автономное устройство, которое в случае, если ему что-то не понравится, он сразу сообщит тому, кто у него есть в доступных адресах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова